Сегодня мы сеем семена баклажанов. Согласился испытывать новые для себя сорта и гибриды агроном, учитель сельскохозяйственного труда Геннадий Тарасов. Здравствуйте! Здравствуйте! Я вам привезла три сорта. Причем один из них сорт, два гибрида. Баклажан F1 Бернар, баклажан F1 Байкал и баклажан-гигант в своем семействе под названием Илья Мурмиц. Знакомы ли вам эти сорта? Нет, эти сорта не знакомы. Мы их не выращивали. Во-первых, они дорогие. Во-вторых, гибридные сорта нужно рано высевать. Это два. В-третьих, они очень требовательны к почве, к температурному режиму, к поливу. Соответственно, мы берем обычные сорта. В школу-интернат села Старый Буян семена мы привезли не случайно. В прошлом сезоне мы убедились, как под руководством Геннадия Тарасова школьники выращивают крепкую рассаду овощных культур. Сельскохозяйственный труд здесь важнейший и любимый старшеклассниками предмет, который позволяет питаться всегда свежими и качественными продуктами, а также дружно приобщаться к коммерческой деятельности. За этой рассадой выстраиваются в очередь сельчане со всего Красноярского района. В теплицах мы выращиваем большое количество рассады и, выполняя все технологические операции вовремя и срок, мы получаем качественную, хорошую рассаду. Отдаю вам в ваши опытные руки. Надеюсь, что у нас все взойдет. Пойдемте сеять. Пойдемте. Почвенную смесь мы готовим уже много лет. Одну и ту же. И на этой почвенной смеси мы выращиваем хорошую, качественную рассаду. Почвенная смесь состоит из следующих компонентов. Две части песка, одна часть зерновой земли и две части перегноя. Мы обеззаразили ее водным раствором марганцекислого калия. Пролили таким средним, не слабеньким, а таким средним, интенсивности водного раствора для того, чтобы обеззаразить почву. И, соответственно, это у нас в школьных условиях больше никаких таких препаратов и химикатов мы не применяем. Вот мы заполнили посевные ящики. Следующий этап – это разметка посевных борозд. Посевные бороздки делаются планчатым маркером. Он выглядит вот таким образом. Рассаду баклажанов здесь принято выращивать без пикировки. Поэтому сеют редко. Междурядное расстояние – 8 сантиметров. Между семенами – тоже 8 сантиметров. Глубина посевной борозды – полтора сантиметра. Разметили посевные бороздки. Теперь начинаем посев. Посев раскроем в пакетик. Сорт у нас называется Бернар. На пакете с семенами указан вес 0,1 грамма. Как видим, внутри оказалось около двух десятков семечек. В домашних условиях я рекомендую всем огородникам обязательно замачивать, протравливать, просушивать. И, соответственно, это будет только на благо. Стеклянную банку берут 1 литр воды. Туда добавляют 3 мм перекиси водорода. И отпускают туда семена на 20 минут. В результате мы провели процедуру протравливания. Сначала протравливают семена, потом замачивают семена, потом чуть подсушивают семена, чтобы удобно было сеять семена, не залипали к рукам и так далее. И потом производят сев. После посева засыпаем посевные бороздки почвенной смесью. Планчатый маркер в этом процессе – универсальное орудие труда. Следующий этап. Берем трамбовку и прижимаем почву к семенам. Для чего это мы делаем? Для того, чтобы при поливе, после посева, чтобы семена у нас не сплыли на поверхности. Температура воды должна быть комнатной – 18-20 градусов. Вот именно такая температура будет при выращивании на рассаду вода поливная, отстойная, водопроводная. Завершающий этап. Накрываем ящик нетканым материалом, чтобы сохранить влагу в почве для скорейшего прорастания семян. Свет сейчас не важен. Важен именно температурный режим. Режим температурный должен быть такой – 24-25 градусов. Перепады здесь уже не должны допускаться. Это губительно действует на схожесть семян. Как только появились всходы, обязательно укровной материал нужно снять, перенести уже более темное в светлое место. У нас теплица со всех сторон освещается. Соответственно, здесь нам нужно только соблюдать температурный режим. А температурный режим должен быть такой – днем 15-17 градусов, но еще 14. При таких условиях температуры хорошо развивается, нормально развивается корневая система. Это очень важно. И это должно быть в течение 7 дней. В течение первых 7 дней после всходов рассада закаляется, а затем помещается в самое теплое место. В пасмурные дни температурный режим соответствует 20-21 градусу, в солнечные – до 25, а ночью – 14 градусов тепла. В этих условиях сеянцы не вытягиваются и нормально развиваются. Через некоторое время мы вернемся в эту теплицу для того, чтобы проверить схожесть наших семян. А сейчас смотрим видеообзор о том, как сеют семена баклажанов популярные интернет-огородники. Огородница Татьяна проращивает семена баклажанов без земли. В своем видео она сеет синенькие на ленту из целлофанной туалетной бумаги, затем скручивает семена в рулон, ставит в стакан с водой и накрывает целлофановым пакетом. Проросшие сеянцы она заворачивает вместе с землей в целлофановые мешочки. Агроном-практик с 40-летним опытом в своем блоге рассказывает, как способ посева с использованием кипятка производили еще много-много лет назад. Он вспоминает, что баклажаны, перцы, томаты и огурцы в колхозах сеяли еще в холодную почву, поливая землю кипящей водой. В домашних условиях Николай Петрович не советует поливать семена кипятком, дабы не повредить посевной материал. Автор этого канала развенчивает мифы о выращивании баклажанов в теплице и разоблачает копирайтеров, которые, используя одно и то же фото для разных статей, вводят в заблуждение начинающих огородников. Продолжение следует...